Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Цаи, Сына и Святого Духа, Аминь. Вопрос 139. Если отец блудник, матершинник, не признает за собой грехов, совсем не верующий, какое общение возможно с ним? Ответ Игнатия Лапкина. В вопросе много неясного. Живешь ли в родительском доме? Сам ли себя обеспечиваешь всем необходимым? Если в доме отца находишься, то реши, остаешься ли дальше там. Если остаешься, то провести четкую грань, где грех отца может на тебя повлиять. Если есть своя комната, то сделать крепкие запоры и всегда быть закрытым. Не видеть и не слышать ничего. Молись. Ходи на посещение больных, к верующим на занятия и веди себя как отдельная автономия. Не мельтешись под ногами отца. Если невыносимо и опасно, переходи к верующим, только к верующим своего вероисповедания, и там будешь уже как общество с ограниченными правами. Отца не обличай, не упрекай. Если он бывает трезвый, то скажи ему по-хорошему, когда этому представится случай, и он сможет тебя выслушать. Что ждет его за гробом? Расскажи о Христе. Тут все будет решать твоя христианская жизнь. Дела кричат впереди нас и намного громче наших слов. Это не то, что с налету где-то выступить в Доме культуры. Тут тебя как облупленного знают, и сколько ты ешь. И когда встаешь, какой подвиг творишь, как чудотворствуешь, в кавычках. Если же родители уже в возрасте, то не пренебреги ими, хотя бы они были и неверные. Премудрый Соломона, 2 глава, 10 стих. Будем притеснять бедняка, праведника. Не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца. Если же ставят условия, или же везде стихо, или прочь со своим Христом, фанатик, тогда уже ты волен уйти сразу, во всем положившись на Господа Иисуса. И Он не оставит нигде. Будет все только лучше и на пользу души. Другой вариант. «Когда родители верующие, а творят неподобающее. Или бывшие верными и стали отступниками. Тогда уже по-другому поступать с ними, даже если они и не против твоего жительства дома с ними». 1 Коринфянам, 5 глава, с 9 по 13 стих. «Я писал вам в послании не общаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не общаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». В записке нет определенности о семье. «Потому даю такой ответ пространный. Если что-то еще есть свое в этой семье, то напишите дополнительно, и мы посмотрим, что скажет сам Господь Бог через свое Писание. Богу нашему слава во веки веков. Аминь». То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова